Как сегодня сообщили в Госсовете, все это время с 26 октября, как впервые в парламенте подняли тему татарского языка и дважды переносили решение по этому вопросу, специалисты Республики и Федерального Министерства Образования непрерывно работали над документом, где было бы прописано, как должен преподаваться татарский язык. Как сообщил парламентарий Фарид Мухаммедшин, такой документ в Республике наконец-то получен. 28 ноября в ответ на обращение президента Республики Мениханова Рустема Моргалеевича получено письмо министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, которым направлены в наш адрес примерные учебные планы. В целом необходимо отметить, что проведена большая работа, найдено общее понимание с коллегами из Федерального Министерства. Основным итогом проведения консультации стало то, что татарский язык, как государственный язык Республики Татарстан, в рамках учебных планов в школах будет изучаться. И сегодня же депутаты выслушали прокурора Татарстана об итогах проверок, что прошли в школах Республики в начале осени. По словам Элдуса Навикова, у прокурора нашли около 4000 нарушений. Сейчас почти все они уже устранены. Далее работа будет выставлена согласно новым планам. Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало варианты учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков Республик по всей территории страны добровольно, на основе письменного согласия родителей, законных представителей и учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Как предостерег Элдус Навиков, незаконные действия и высказания экстремистского характера на этой почве недопустимы. Процесс приведения преподавания языков в нормативное состояние сопровождался в Республике отдельными эмоциональными оценками происходящих событий, в средствах массовой информации, в социальных сетях и на иных площадках. Должен предостеречь горячие головы от незаконных действий и высказываний экстремистского характера. Они будут решительно и жестко пресечены, с чьей бы страны ни исходили. Подытоживая, Фарид Мухаммедшин сообщил, что информацию нужно принять к сведению, и дискуссии по этому поводу устраивать не стоит. Дискуссии в обществе создают напряжение в отношениях в учительской среде, в семье, даже среди, как говорится, и детей. Поэтому, уважаемые коллеги, нашу предложение прения не открывать. Уже в кулуарах участники заседания сошлись во мнении, что это решение их устраивает не в полной мере. Но этот компромисс важен, и в будущем можно вернуться к этому вопросу. Политика есть искусство возможного. Вот сегодня искусство возможного – это до двух часов изучения татарского языка в школах. Компромисс, натурный компромисс. Главное, что в расписании школ вернулся предмет «татарский язык». Я никогда ничем не доволен. Один вопрос до конца никогда не решается, или изменяется, или форма другая принимается. На сегодняшний день – это оптимальное решение. Мы будем собираться обсуждать, как идти вперед, шаг за шагом вперед, чтобы решить этот вопрос. Если только мы говорим о том, что мы сейчас получили только примерные программы на этом успокоить, это неправильно было бы. И, как сказал Ментимир Шамеев, главное, чтобы татарский язык стал привлекательным. Сейчас же Министерство образования республики поручено воплотить в дело текущей договоренности о преподавании государственных языков республики. Дмитрий Аринин, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова